В районной администрации прошел прием граждан по жилищным вопросам. Прием граждан провела заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Краснодарского края Ирина Онищенко, совместно с заместителем главы Славянского района, начальником управления жизнеобеспечения транспорта и связи Валерием Яценко. Вопросы, с которыми обращались жители, касались оплаты за жилищно-коммунальные услуги, ремонта систем, вода и теплоснабжения, перехода от одной управляющей компании к другой. В частности, прозвучал вопрос о правомерности действий управляющей компании, с которой был расторгнут договор на обслуживание дома. Но она по-прежнему продолжает слать квитанции о поплате своих услуг. Смотрите, у нас по законодательству, если дом исключается из перечня домов, которыми управляет управляющая компания, предъявление о квитанции является нарушением. Уже после этой даты, когда исключили дом, они вам продолжают присылать. Это существенное нарушение. Я не понимаю. Вот они посылают, посылают. А люди жалуются. Меня говорят, что я могу сделать. Поэтому я у вас квитанцию возьму, приобщу к материалам вашего обращения. Мы посмотрим, кто сейчас уполномочен управлять домом официально. И еще один проблемный вопрос, который озвучили жители, касался ремонта системы отопления. В многоквартирном доме в одном из подъездов не работают полотенцесушители. Для того, чтобы устранить проблему, необходимо жителям провести собрание и выбрать компанию, которая сможет качественно выполнить ремонт. Администрация района пообещала оказать содействие в решении этого вопроса. Нужно собрать собрание, осменить, сказать, что это условно стоит столько-то средств для того, чтобы у вас все работало. Там же не только вы страдаете. Третий подъезд, значит, надо весь стоять, перебирать полностью, точечно не решить вопрос. Возьба тогда, когда будете подряд в организацию предлагать, возможно, мы тоже со своей стороны помониторим те цены, которые вы будете предоставлять жителям, чтобы не было там завышенной цены, и, соответственно, люди не заплатили больше, чем это стоит условно. Конечно. Что вы говорите? Всего на прием обратилось 5 человек. Всем даны разъяснения по озвученным ими вопросам. Их решение взято на контроль.